здравствуйте друзья вопросик я зачитаю значит михаил здравствуйте пишет вам семья из двух человек из города воронеж 500 километров от москвы население 1 миллион человек что уж там друзья воронеж то мы все знаем что там это не не поселок какой которая созрела семья созрела до иммиграции в сша давно смотрим ваши видео спасибо за то что делитесь опытом очень доступно и понятно все рассказываете да не забыл еще русского языка немного о себе меня зовут алексей мне 30 лет с отличием окончил местный технический университет по специальности вычислительные машины комплексы системы и сети ну что же вполне да востребовано сразу после окончания университета устроился на работу в самый крупный банк российской федерации сбербанк работа заключалась в сопровождении программного обеспечения и консультирование пользователей в результате за 8 лет ну да к тридцатничку да получил четыре повышения и в настоящее время являюсь руководителем проектного офиса айти численностью восемь человек проектного офиса разрабатывать что-то имея сертификат international project management association level d не знаю что это такое начальный уровень европейской европейской ассоциации хорошо английский язык знаю плохо научу интенсивно ну для миграции тем более если человек интеллигентный надо знать хорошо супруга окончила местный институт физической культуры мастер спорта по легкой атлетике молодец какая сушь работает фистнес-тренером в одном из престижных фитнес-клубов города то есть ребята устроены неплохо я так чувствую чё они в эмиграцию то ну хорошо в эмиграции планирую финансовое обеспечение семьи полностью взять на себя теперь вопрос вопрос в каком направлении выше вероятность достижения успеха на ваш взгляд в белых воротничках или начать работать руками ну так он в кавычках руки растут из правильного места делаю все качественно с перспективой через год-два разобравшись в специфике ведения бизнеса организовать собственное дело например строительные ремонтные работы автосервис буду вам признателен за взгляд изнутри ну давайте глянем изнутри что же если такой вопрос так мы глянем что у нас с письмом алексея значит я конечно когда смотрю на конкретную ситуацию я задаю себе вопрос а почему люди хотят уехать и ну то есть я понимаю почему бы я бы хотел но знаете как люди все разные я слышу разные варианты кого-то финансово поджало кому-то но вот отсутствие перспектив кому-то общая ситуация депрессивная там люди вокруг там еще что то я не знаю у всех свои какие-то причины почему это важно потому что иммиграция это не курорт и в общем то не то что ты приехал как вот куда-нибудь знаете там в рай попал тебе все выдали и ты только вот дальше уже ничего не делаешь или как мы сейчас на круизе были вот там тоже вот ходишь кушаешь смотришь там с борта на красоту и все значит надо работать надо преодолевать какие-то трудности иммиграция это стресс поэтому вопрос а из-за чего человек готов преодолевать какой-то стресс вот проходить через это все но там вопросе как бы написано что хочется чего им хочется им хочется вот не знаю дозрели они до эмиграции ну вот не знаю даже что теперь делать дозрели и все значит наверное не хватает им каких-то перспектив или может быть достал кто-то даже даже не знаю молодые ребята может быть они исчерпали как бы исчерпали те возможности которые у них есть может быть им не хватает простору такого ну хорошо значит это руками работы даже у нас есть три три варианта значит вариант 1 белым воротничком ну там айтишникам я не знаю там что такое интеллигентное дело второй вариант руками работягой значит но как бы временно имея в виду что он какой-то бизнес замутит когда поймет что там руками люди делают это бывает очень часто я могу сказать что вот например в строительстве вы даже не можете получить лицензию строительную чтобы быть там подрядчиком или субподрядчиком для того чтобы это делать значит нужно несколько лет опыта иметь в строительстве под присмотром кого-то да и тогда только вы можете пойти сдавать экзамен вам дадут лицензию то есть это это путь такой то есть все люди которые там занимаются строительством они все когда-то где-то начинали почему нет это востребовано хотя бывают полосы они непростые что там говорить да когда кризис какой-то когда денег у людей нет когда все вот так идет вниз или даже если есть деньги они не спешат их потратить или они начинают так торговаться а вас много а их мало знаете как то есть у строителей бывают тяжелые времена это не такая профессия которая так защищена от спадов серьезно да но не обязательно стоять я понял начал хочет освоить какую-то профессию руками с тем чтобы потом из этого сделать бизнес меня с одной стороны как бы приободряет уверенность с которой значит у нас алексей нет не алексей алексей да его об этом говорит либо значит он этим раньше занимался либо нет но я не вижу что этим занимался то есть он двигался по такой чиновничьей лестнице двигался успешно он там управляет группой из восьми человек так далее то есть может быть ему уже не страшно если будет 25 там или 50 он как-то рук набил но но все-таки одно дело ты работаешь в крупнейшем банке страны и тебя начальство продвигает и заработок твой зависит от того чего тебе люди там назначат а деньги есть вот когда ты делаешь бизнес это совсем другое это ты всем должен ты должен со всеми расплатиться сначала а потом уже окажется что-то в остатке значит твое а бывает так что я окажется так а все равно взять нельзя надо тоже там на бизнес потратить иначе закончится бизнес это тоже такая знаете специфическая штука поэтому я еще раз с одной стороны как бы я поддерживаю как бы мысль с другой стороны я не очень понимаю откуда взялась такая уверенность то что вроде опыта такого нет может может быть было что-то он не сказал но из того что сказал я не вижу почему он будет успешно делать бизнес это это не то же самое что быть начальником в большой организации то есть может быть даже это в некотором смысле противоположно хотя безусловно есть люди которые могли бы это делать и это делать и руками там и еще что-то как бы вполне это не то чтобы это заказано как то нет можно руками значит или что-то делать интеллигентно есть люди которые делают что-то интеллигентно это же потом выныривать в каком-то бизнесе и в этом смысле я могу быть примером как бы до с такого случая когда я сидел никого не трогал там тестировал и вдруг вот оказалась какая-то школа и и и потом она так разрослась что я уже ушел с работы и стал заниматься только школы и тогда а сейчас вот такая экспансия как бы международная мы в онлайне господи поэтому для того чтобы замутить бизнес совершенно не обязательно заниматься чем-то что делается руками и это не обязательно учебное заведение это может быть какая какой-нибудь консалтинг полно народ которые занимаюсь чем-то а в 30 лет можно ну практически всем начать заниматься не поздно еще так вот в чем-то человек занимается через несколько лет он начинает это хорошо делать он начинает брать какие-то проекты он начинает привлекать других людей на эти проекты и я бы сказал что интеллигентный бизнес типа какого-нибудь консалтинга айтишного например ему гораздо больше подошел потому что он и так это все делает он умеет раздать работу он умеет поговорить с но если не заказчиком в бизнесе друг то заказчиком внутри банка то есть помочь ему сформулировать там что там надо сформулировать и так далее мне кажется что с точки зрения то что называется трансферабл скиллз вот эти вот переносимые навыки которые у него уже сегодня есть ему гораздо легче будет адаптироваться вот в этом деле в каком-то бизнесе интеллигентном если у него есть тяга к бизнесу он может прекрасно быть начальником в америке вот не не хуже чем он был начальником там сбербанке то я знаю очень много наших соотечественников которые будучи так лет на десять постарше его начинали и если у человека жилка такая есть административная и он умеет это делать и любит это делать господи я видел людей которые за лет пять например выходили на уровень там директор там паке ну я в основном тестеров знаю вот директор и кивей сегодня там это 1170 в год например то есть если если ему не как сказать не в лому продолжать работать в каких-то крупных таких структурированных бизнеса господи у него тут все все карты на руках вот я понимаете как я же не то что врач какой против яс можно сказать такой аналогии остаются на углу и у меня здоровенный крестер и вот ходят люди это у меня к один год голова болит другой говорит что-то как у меня вот там спине ломит там я говорю пацаны ягу я не знаю вот у меня крестер есть могу поставить да то есть вот это наше software там quality assurance но я просто видел людей самых разных профессий которые приходят они ведь почему приходят либо в своей профессии они не могут ну как-то встать на ноги либо они могут найти работу в своей профессии но она унизительно мало платит и сколько хочешь такого либо у них нет такой профессии которая как-то востребованная они вы чувствуют себя как-то вот в проруби таким болтающимися как бы не приставшими никакому берегу и вот и они приходят знаете я привык людям самых разных профессий я привык тому что они могут прийти по самым разным причинам начиная того что жена прислала и кончая тем что вот так так жить больше нельзя как я живу сейчас поэтому у меня примеры как бы из тестирования вот я с этой клизмы хожу и показываю ее в качестве примера но наверняка другие вещи тоже есть может быть он там программистом может стать может быть он у нее образование в общем-то в общем-то инженерное и айтишное и работал он чё же так ему легко ну то есть он может быть не не будет там какие-то супер дюпер программистом ну так чем меньше он супер дюпер программист тем скорее начальником станет откликаться не будет на ерунду всякую поэтому значит в этой стране в общем-то люди которые занимаются трудом требующим образования зарабатывать существенно больше чем люди занимающиеся чем-то что не требует образования есть статистика по заработкам людей в зависимости от уровня образования и там очень интересный пик у этой кривули значит лучше всех зарабатывают люди которых бакалавр не мастер не перейдите а вот бакалавр то есть так получается что в бизнесе вам по-моему это про бизнес куда где люди больше зарабатывают в бизнесе это была картинка так вот в бизнесе не надо быть педитом или мастером но бакалавр зарабатывает больше чем человек без бакалавра вот такая интересная штука поэтому есть еще как бы сказать тяга какая-то у людей бывает вот к одному или другому то есть главное главный вопрос который надо было бы задать себе это вопрос о том к чему меня больше тянет вот к тому чтобы быть там каким-нибудь подрядчиком строительстве например или там руководителем какой-то айтишного консалтинга или например наподобие сбербанка вот какой-то большой конторе работать там начальником ворокли я не знаю там в гугле в линктыне яху там ну грубо говоря и вот такого плана значит и этот ответ должен идти изнутри я я же не могу со стороны сказать где у него больше шансов встать на ноги конечно вот там там где он занимается чем-то в первую очередь то что ему нравится во вторую очередь там где требуется больше образования где вот ему есть что предложить такого чего у других людей особо нет вот вот и все если ты будешь конкурировать со строителями то ты фактически отбрасываешь весь свой прошлый опыт профессиональные я начинаю вот ну почти с нуля так жизненный опыт есть а все остальное значит нуля ну да ну там есть более более конкурентный народ на самом деле много есть народу с которым сложно будет конкурировать а насчет жены которые мастер спорта и занимаются фитнесом и ну там тренирует а вот он хочет взять материальное обеспечение семьи на себя да вы пожалеете супругу то вы чего же ее так а что же она будет дома сидеть ну ну наверно там если вас пока двое значит там у вас детки появятся это все замечательно но вы не можете деятельного человека который работает который активный по жизни и так далее загнать его вот в это материнство и чтобы он вот так ну ничем больше не занимался а почему да пусть тренирует пусть у него пусть она какой-то бизнес делает пусть она не на детский сад может быть и с детками интересно заниматься может быть она какую-то спортивную секцию или на по найму будет там тренировать или она свою какую-то заведет почему же так вот я даже не а может быть у вас там договоренность какая-то я не знаю что она уже и не хочет работать хочет вот там родить там троих детей и дома сидеть уже до конца там своих дней но но так тоже не получится пройдет 20 дней 20 лет и и будет она еще молодая женщина совсем там полтинник дети разлетятся разбегутся и что она будет делать чего вы вместе будете делать давайте так опустошение такое придет но в общем честно я я как-то очень с напряжением некоторым вот к этой идее отношусь потому что я считаю что если человек деятельный то надо чтобы он оставался деятельным я я больше скажу когда ты живешь в семье и у тебя в семье жена и она деятельная она работает у нее вокруг нее там кипит жизнь бурлит и тогда совершенно другое отношение к человеку то есть я не уверен что вам нужна жена которая ничем больше не занимается то есть вы вы может быть час думать что нормально но может оказаться что это не совсем не тот путь то есть это ваше дело меня совершенно не касается но я бы так советовал подумать на эту тему серьезно но или во всяком случае не зарекаться то есть понятно что приехав в сша на какое-то время вы можете взять заботу о семье на себя не вопрос но но это не должно быть навсегда финансово да то есть дайте возможно чеку работать если он хочет работать вот ну и если вы в одиночку будете заботиться о финансовом благополучии семьи какое-то время даже я не очень понимаю где вы должны поселиться во всяком случае это не будет такое место как там манхэттен в нью-йорке или допустим кремниевая долина там сан-франциско и так далее потому что здесь очень дорого и человеку который начинает работать ему очень трудно прокормить семью здесь одному тем более если там дети пойдут особенно если он начинает вот в как как назвать руками работать значит все таки люди работающие руками особенно без такого опыта и так далее много не зарабатывают так так скажем человеку который вот руками ему трудно одному содержать семью вот это здесь потому что он конкурирует за жилье за ну за все вот за все товары которые есть он конкурирует с колоссальной массой людей которые хорошо зарабатывают здесь они зарабатывают там скажем войти в нью-йорке они зарабатывают там на финансовых рынках там и так далее но если ты попадаешь в такое место где все дорого то там очень тяжело выживать одному содержа семью так что вот может быть вы на эту тему подумайте тоже особенно первое время скажем когда зарабатывается мало может быть неплохо было бы поработать двоим о чем не поработать молодые ребята крепкие там в бой несетесь чего мне поработать двоем вот и это же очень важно для социализации человека если ваша жена там не будет работать я вижу здесь такие есть но они поневоле давать если которые поневоле не могут работать вот скажем их нет права на работу вот они сидят с детками вы вынесете как они там сучат руками ногами чтобы вырваться из этого состояния насколько им там некомфортно а есть такие которым комфортно они потом вообще их на работу не загонишь никуда то есть уже когда есть разрешение на работу они работать не хотят хотя вроде бы и надо бы все они привыкают к этому состоянию поэтому она неплохо поработать вот так что наверное я рассказал другое дело что на это все наложится каким-то слоем то как именно вы собираетесь значит оказаться в стране и чтобы у вас еще было право на работу легальные так далее то есть например если вы приехали подали на политику скажем да то у вас будет там 6 месяцев 7 месяцев без разрешения на работу и вы можете работать там только на кеш нелегально а это еще меньше заработки она а квартира от этого дешевле не стоит давайте я поверну камеру квартира не стоит дешевле от того что у вас нет разрешения на работу то есть она может быть стоит дешевле потому что у вас денег нет и вы пошли куда-то где еще дешевле но когда да лендлорд вам квартиру сдает или там менеджер он же не делает вам скидку за это поэтому в общем это это тоже это тоже фактор такой существенный который который во все это вмешается но если мы говорим как бы про долгосрочную перспективу его просто он как раз про долгосрочную да он говорит вот в каком направлении выше вероятность достижения успеха успех все-таки ты не то что через 15 минут или даже через там три месяца это все-таки какая-то вещь требующая времени тем более что у них там язык может быть там не идеальный и так далее вот руки из правильного места собственное дело автосервис и как то ли автосервис то ли строительные ремонтные работы то есть как бы так широкий спектр нет задела задела нет которые можно реализовать поэтому больше времени уйдет если этим заниматься я знаю людей которые работали вот белыми воротничками ну тестерами а потом знаете что то у них там пружинка какая-то лопается вот я как-то шел по сан-франциско стоит мужик один ну ему на тот момент было там года 52 53 а он у меня учился ему было лет 45 тогда причем он успешно работал он такой хваткий мужик острый ум все дела я иду там по даунтауну и он стоит у какой-то двери на улице и так на этих курит я говорю а ты чё тут он это вот у меня мастерская тут по ремонту обуви и сумок кожаных это как правило в одном месте происходит они объединяют ремонт там это дорогая обувь это обувь которая стоит обычно несколько сотен долларов и сумки могут быть очень очень дорогие и вот они в одном месте там их ремонтируют то есть он тоже вот руки из правильного места растут может сумки ремонтировать может он когда чем этим занимался похожим я не знаю вообще инженер и по образованию и вот он значит стоит и курит я ему говорю а а ты же был успешным ты же хорошо она зарабатывала все он ты понимаешь миша вот я сейчас себе хозяин купил эту мастерскую будет там накопил денег купил мастерскую я вот тут целый день сам себе хозяин никто мне команды не дает да я получаю вдвое меньше я там получал 80 еще сейчас получаю 40 зарабатываю но понимаешь мне лучше 40 вот так чем 80 вот те ягод лучше себя от этого чувства и так бывает но это должно быть как сказать выбором человека когда он может так а может так а может там еще как-то может вот когда ты только планируешь то у новичка дополнительные проблемы есть которых уже может не быть у человека который там допустим 10 лет стране и там из них он из этом 7 лет зарабатывал хорошие денежки он соответственно мог там выплатить или почти выплатить квартиру в которой он живет там и еще что-то и он уже всем обзавелся у него расходов намного меньше там на поддержание плюс он может быть если он уже в возрасте пойти он не так много может быть путешествует он но какие-то у него другие представления там и так далее поэтому всяко бывает в общем такой рассказ счастливая значит желаю успехов алексею и его супруге мастеру спорта они очень симпатично они мне очень уже очень нравится вот и в них потенциал хороший в них энергия позитивная очень такая созидательная вот я я это прямо вот впитываю из этого письма поэтому я думаю что если они к этому ко всему приложит некоторое действие действие вот то они такие стены могут прошибить что в общем-то не все люди могут потому что должна быть эта энергия созидательная пробивная тем более молодость 30 лет возраст такой классный когда ты уже соображать начинаешь более менее и когда еще сил много энергии много еще все впереди вообще еще вон детки там и семья его вообще столько всего надо сделать жизни поэтому молодцы они уже и дома чего-то добились да так то есть как бы они там успешно уже есть какие-то факторы которые позволяют сказать что у них хороший мощный потенциал который осталось только вот разрядить как бы реализовать и вот во что-то превратить вот эту потенциальную энергию в кинетическую в энергию движения счастливо